Доктор Пупсень Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Доктор Пупсень Ого! Сколько грибов! Засолим, банки закатаем и сохраним на потом! Это же работы на целый день! А ты не стой! Собирай! Тогда и управимся пораньше! На! Чти! Ещё и трава в нос лезет! Ты что, простудился? Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе! Кажется, я и правда заболел! Держись, братишка! Сейчас-сейчас! Я тебе горчичнички поставлю! О! Тёпленько! Клади ещё! Прям печёт! Надо потерпеть! Караул! Я горю! Куда ты? Ну вот, придётся заново горчичнички ставить! Не надо! Ты меня уже вылечил! Правда? Конечно! Ты же настоящий доктор! Доктор? Так вот, как настоящий доктор я заявляю, что нужен постельный режим! Силы восстановить! Как скажешь! Доктору видней! Только чур без горчичников! Ну ладно, ладно! Пойду кого-нибудь ещё полечу! Привет! Привет, Лунтик! Привет! Рассказывай, что у тебя болит? Ничего не болит! Ой! Лежи-лежи! Болезни сразу не видны! Да я здоров! Доктор-то лучше знать! Ну как? Идти как-то неудобно! А говоришь, здоров! Да? Ты так думаешь? Может и вправду болит? Всё ясно! Нужен постельный режим! Пока-пока! Поправляйтесь! Стоять! Скажи А! А зачем? А горлышко-то у нас красное! Вот! Выпей микстурку! Она же горькая! Надо выпить! Я доктор! Мне видней! Не буду пить! Спасайся, кто может! А-а-а-а! Куда же ты? Прячься! Доктор, помните её! Спасайтесь! Никто лечиться не хочет! Неужели и этот здоров? А? Что ты сказал? Ай! Это же несчастный случай! Ну вот, будет шишка! Лежи, лежи! Я доктор! Я лучше знаю как надо! Зачем ты меня винтуешь? Я же так ничего не вижу! Срочная госпитализация! Чего? Вот Лунтик не спорит, лежит в изоляторе и лечится! Лунтик болен? Быстрее веди меня к нему! Вижу, висит красивая такая ягода! Я на обход! Доктор всегда спешит на помощь! А вы лежите, выздоравливайте! Ага! Так вот, ягода как шлёпнется и прямо мне по голове! Ну сколько можно одной тоже рассказывать! Спать мешаете! Извини, Пупсень! Поправляйся! Да я здоров! А почему тогда здесь лежишь? Грибы собирать лень! Ну я и сказал Пупсенью, что заболел! Хе-хе-хе! А он решил, что меня вылечил! Что он доктор! Хе-хе-хе-хе! Понятно! Вылечил! Здорового! Лунтик, нога болит? Нет! Тогда, чего мы тут валяемся! ну что за невежды никто лечиться не хочет вот где мои пациенты ушли как ушли почему ушли ты их вылечил они ушли а ну тогда ладно а у меня для тебя сюрприз сейчас мы тебе угольчик сделаем витаминки вколем для бодрости и не нужны мне витаминки я и так бодрый но я же доктор в общем еще не раз пожалел что обманул брата прикинувшись больным ведь собирать грибы гораздо приятнее чем спасаться бегством от уколов и горьких микстур но я же доктор однажды на луне родился необычный малыш и случилось так что он попал на землю где нашел много новых друзей а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем выше солнца здорово я бы так никогда не прыгну спасибо а хочешь я вон через тот цветок перепрыгну но он такой высокий запросто я самый крутой кузнечик на свете ой ой пчеленок ты это видел еще бы два часа работы на смарку это было просто потрясающе чего ж тут потрясающего так ты ничего не видел угадай кто только что перепрыгнул через самый высокий цветок не догадываешься это было я с ума сойти никогда бы не догадался я даже особо не напрягался только разбежался и подумаешь цветок вот если бы ты солнце перепрыгнув солнце но оно так высоко запросто перепрыгну я ваше солнце вот увидите да я нектар быстрее соберу чем ты солнце перепрыгнув солнце и и и а 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 ты прав я никогда не перепрыгнув солнце без твоей помощи а 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 Кузя, может хватит? Ты всё время падаешь Я не падаю, а тренируюсь А ты вместо того, чтобы поддержать меня, только критикуешь Тоже мне друг называется Ладно, сам справлюсь А-а-а! Ой! Дядя Корней, скажите, а можно перепрыгнуть в солнце? Хе-хе, Лунтик, конечно нет Оно так высоко, что даже птички не могут долететь до него Даже птички? О! Спасибо вам большое! Хе-хе Кажется, сейчас будет небольшой дождик Кузя! Неужели допрыгнул? Может, он застрял в этой туче? А? А-а-а-а! 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 Кузя! Кузя! Кузя, куда ты? Лунтик, я решил залезть повыше Сейчас эта тучка пройдет, и я прыгну Ты не допрыгнешь и упадешь Значит, ты в меня не веришь? В тебя я верю Я не верю, что солнце вообще можно перепрыгнуть До него даже птички не долетают Ну так я же не птичка Я допрыгну Только не мешай мне Подожди! А-а-а! Лунтик! А-а-а-а! Лунтик! Кузя, мы все-таки упали Это все я виноват! Прости меня, пожалуйста! Не знаю, что на меня нашло Хотел перепрыгнуть солнце Ха! Да даже птички не могут долететь до него А? Ну, как успехи Я вот нектар собрал А ты перепрыгнул солнце? Да ты что? Думал меня одурачить? Я-то знаю, что солнце не перепрыгнуть Кузя, ты только что перепрыгнул солнце! А? Вы это видели? А? Я же сказал, что могу перепрыгнуть солнце! Подумаешь Я тоже могу перепрыгнуть солнце! Ап! Я тоже хочу перепрыгнуть солнце! А-а-а! Смотрите! Сколько солнышек! Солнышек! Давайте через них прыгать! А-а-а! 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 Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Заботливые няньки Давай быстрей, пока нашу землянику никто не слопал! Вупсень, смотри! Что это? Может, это съедобное? Ай! Э-э! Мама! Э-э! А-а-а! Ха-ха! Мама! 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 Не будет вам ням-ням! Это наша земляника! Ой! Как они пищат! Вот вам! Только не ревите! Пойдем отсюда быстрей! А-а-а! Есть Мама! Мама! А-а-а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фу, кажется, отстали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие маленькие! Малыши, а где ваша мама? Мам-пусинь, помпусинь! И так весь день с утра. Ага, из яиц вылупились и за нами бегают. Что мы, няньки, что ли? Наверное, они думают, что вы их мама. Так, мы пойдём искать вашу маму. А вы пока за ними присмотрите. Вот ещё, у нас дел полно. Ой, только не это. Ладно уж, присмотрим. Только вы давайте быстрее ищите. Мы так долго не выдержим. Я уже одурел от них. Давай сделаем самолётик. Пусть за ним бегают. Безобразие! Куда только старшие смотрят. Какие невоспитанные дети. Это ваши дети невоспитанные. Да. Что? Это наш самолётик. А ваши первые напали. Это правда? Ох, как стыдно. Не ругайте их. Налетай детвора. Каждому по самолёту. Ура. Спасибо. Спасибо. Они такие милые. Может оставим их себе? Где же может быть их мама? Помогите, спасите. Моих деточек похитили. Не волнуйтесь. Вупсень и Пупсень за ними присматривают. Вупсень, Пупсень присматривают. Кошмар. Где они? Где мои детки? Детки мои, бегите быстрее к своей мамочке. Мама, 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 мама. Даже не оглянулись. Вот и делай после этого добро. Дорогие Вупсень и Пупсень, пожалуйста, приходите в гости. Малыши без вас очень скучают. Даже не знаем. Ну, если скучают, конечно, придём. Так у Вупсени и Пупсеня появились новые друзья. А обитатели леса ещё долго удивлялись тому, что из гусениц вышли отличные няньки. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Спасибо, Капочка. Очень вкусно. Сейчас уберу посуду и испеку к ужину вкусный пирог. Я помогу убрать посуду. Осторожно, Лунтик. Это мой любимый горшочек. Я сам слепил его из глины, запёг в печи и раскрасил. Поставь, пожалуйста, его в кладовку. Только аккуратно. Смотри, не урони. Не волнуйся, деда, не уроню. Горшочек. Горшочек. А-а-а! Что теперь деда скажет? Лунтик, к тебе Кузя пришёл! Я сейчас! Горшочки делают из глины. Нужно вылепить из неё форму, а потом поставить в печь, чтобы глина затвердела. А этот горшочек получился самый красивый, мой любимый. А можно на него посмотреть? Конечно, можно. Мы сейчас Лунтика попросим принести. Привет, Кузя. Пойдём скорее. Э-э-э, Лунтик! Куда ты меня тащишь? Слушай, Кузя, а где можно найти глину? Будем что-то лепить? Это ты здорово придумал! За мной! Ну ты даёшь! Разбить любимый горшочек деда Шера! Ну ничего, наш не хуже. Не забудь поставить его в печку, чтобы глина затвердела! Ха-ха! Поехали! Ах... Капочка! Что случилось? Ах... Наш пирог! Какие-то осколки! Это ужасно! Ну, вы пирога так долго ждать! Пойду хотя бы метку поем! Лунтик! Куда ты поставил мой горшочек? Прости, деда! Я его разбил! И хотел слепить новый! Чтобы ты не подумал, что я плохой! Прости, деда! Лунтик! Ну что ты? Такое может случиться с каждым! Надо было просто сказать мне об этом! Ведь всегда можно слепить новый горшочек! Не просто бывает признаться в своем проступке! Зато потом на душе становится легко и спокойно! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Листопад! Ля-ля-ля-ля-ля... Ля-ля-ля-ля-ля... Ля-ля-ля-ля-ля-ля... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Ля-ля-ля-ля-ля-ля... Ах, Мила! Привет! Доброе утро, Кузя! Смотри, как здорово я придумала! Правда красиво? Смотрится неплохо, конечно! Но зачем ты листики с деревьев обрываешь? Я ничего не обрываю Они здесь уже лежали Ура! Давай ещё листья Вот повезло там Наедимся! Ага! Вот кто листья обрывает А ну прекратите! Немедленно! Да никто их не рвёт Сами валятся! Сами? Хрипы Кашель Всё ясно! Дерево болеет! Хе-хе-хе-хе! Тоже мне доктора! Ничего смешного! Вчера такой ливень был! Вот дерево и простудилось! Ам-м-м! Сейчас посмотрим, как от простуды спасают Так! Поставить банки Тепло укутать Ага! Медовые компрессы! Всё понятно! За дело! Поход собрались! Нет! Мы дерево от простуды будем лечить Лечить? Фу! Противно! Микстуры, компрессы, банки Лекарства невкусные! Бросьте вы это лечить! Не бросим! ПОДПИСЬ! Теперь дереву будет тепло. И оно поправится. А главного средства вы и не знаете. Какого такого средства? Лечебная пиявка. А поможет? Ещё как! Тогда попросим пиявку помочь дереву. Ха-ха-ха! Ловко мы их спровадили. Теперь полакомимся. Мёд слистили. Это очень вкусно. Ау! Ты что? Ха-ха-ха! Тебе идёт! Эх! Би-би-би-би-би! Ай! Помогите! Спасите! Выпустите нас! Изобразие! Что выдумали? Кошмар! Ужас! Обманщики! Пиявка не лечит деревья! Вы специально нас отослали, чтобы весь мёд съесть! Мы больше не будем! Что случилось? Крик повсюду слышен! Мы тут старались! Они испортили наши компрессы! Помогите! Мы больше не будем! Снимите с нас банки! Не снимай! Пусть так и ходят! Из-за них дерево не выстрелит! Подождите! Почему вы решили, что дерево загорело? С него же листья падают! Кузя, Мила! Дерево совершенно здорово! Просто наступила осень! А осенью листья на деревьях желтеют, краснеют и опадают! Я сам недавно это узнал! Но опадают листья не навсегда! Придёт весна, и на ветках снова распустятся зелёные листики! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Мирный путь! Матик! Сколько пыли? Сейчас мы её выбьем! Вот мы и справились! Бабуля, можно я теперь пойду пускать кораблик? Конечно, Лунтик! Во! Пупсень! Гляди, какой кораблик у Лунтика! Ух ты! С парусом! Давай попросим поиграть немного! Зачем просить? Сейчас заберём, и будем играть сколько захотим! Лунтик, привет! Куда идёшь? Здравствуйте, Вупсень и Пупсень! Вот иду кораблик пускать в ручье! Странный он какой-то! Дай-ка посмотреть! Ничего, хороший! Ну, пока! А кораблик? Хе! У нас останется! У нас останется! Отдайте, пожалуйста, мой кораблик! Теперь он не твой, а наш! Ха-ха-ха! Лунтик, наконец-то! А где кораблик? Гусеницы отняли. Как это отняли? Что же ты ничего не сделал? Надо было их вздуть! Как это? А вот так! Так? Ты что? Драться не умеешь! Нет! Надо учиться! Без этого кораблик не вернуть! Так не годится! Как бы тебе это объяснить? А че? Фу! Сколько пыли! Надо ее выбить! Вот оно! Молодец, Лунтик! Так их! Так их! Вот так! Я первый буду его пускать! Бей! Сильней! Теперь эти гусеницы узнают, что ты можешь делать! А-а-а! Бежим! А-а-а! Ой! Ой! Влипли! Бей! Бей! Сильней! Добрый день, ребята! К соревнованиям готовитесь! Нет! Я учусь драться! Драться? Гусеницы отобрали у Лунтика кораблик! И мы хотим вернуть его обратно! Ребята! Что вы говорите? Дракой проблему не решить! Неправильно делать другому больно! Больно! Так я что, должен буду гусениц так бить? Ну, в общем, должны же мы вернуть свой кораблик! Но я никому не хочу делать больно! Я не буду драться! Правильно, Лунтик! Драться самое плохое, что можно сделать! А что ещё можно сделать? Позволить гусеницам разгуливать с нашим корабликом? Можно решить всё мирным путём! Поговорите с ними! Предложите пускать кораблик вместе! Ага! Мирный путь! Так они и согласились! Согласятся или нет? А я всё равно попробую! Не надо, не бей нас! Что вы! Я никого не собираюсь бить! Давайте решим всё мирным путём! Зачем вы отобрали у Лунтика кораблик? Мы просто хотели поиграть! Что же вы не попросили? Мы ведь можем вместе это делать! Хотите? Сейчас мы поможем вам выбраться! Опять порвали мою паучину! А-а-а! Не бейте нас! Давайте решим это мирным путём! Стойте с ними! Постоять за себя и за своих друзей очень важно! Но драться при этом вовсе не обязательно! Порой достаточно просто доброго расположения, чтобы выйти из любой ситуации! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Розыгрыш! Ребята, может, хватит собирать? Сейчас! И ещё парочку, и всё! Лови! Корзины уже полные! Не знаю, как мы их дотащим! Ничего, донесём как-нибудь! Эй, малышня! Вам нужны ягоды? Нет, спасибо! Тогда мы их забираем! Разыгрываем! Стойте! Это же наши ягоды! Первое слово дороже второго! Это розыгрыш! Мы вас разыграли! Быстрее! Вон они! Лунтик, бежим! Нужно отобрать наши ягоды! Кузя, я не хочу с ними драться! Ну, знаешь, Лунтик! Подождите, ребята! А давайте их тоже разыграем! И вернём наши ягоды! Ну, как мы это сделаем? Вот именно, как! А вот послушайте, что я придумала! Вкуснотища! Да! Малышню разыграть – одно удовольствие! А как они удивились! Какие мы умные! А здорово нас в Упсине-Пупсине выручили! Они такие глупые и прожорливые! Хорошо, что они съедят всю чернику! Только бы не лопнули! Эти не лопнут! А нам её прятать не придётся! Каждый день баба Капа пироги печёт! Я больше не могу их есть! Бабуля уже собралась печь пирог с черникой! Только нас с ягодами и ждёт! А мы ей честно скажем, что всю чернику съели Упсине-Пупсень! И что пирог отменяется! Ура! Они и не догадываются, что могли бы поесть пирогов, если бы не были такими глупыми и не съели все ягоды! Ха-ха-ха-ха! Ты слышал? Да! Они нас глупыми назвали! Да нет же! Про пирог! Давай отнесём бабе Капе ягоды! Точно! Пусть она нам пирог испечёт, раз так любит готовить! Во-во! Им пироги надоели, а нам нет! Пошли, Пупсень! Они ещё увидят, кто здесь умный, а кто нет! Ха-ха-ха-ха! Мне тяжело! Тащи! Я тоже устал! А давай съедим немного ягод, тогда и нести будет легче! Если съешь, тогда ты точно глупый и прожорливый, как они говорили! Я больше не могу! Ты что, пирога не хочешь? Хочу! Тогда тащи! Смотри, уже почти пришли! Пупсень, соберись! Ещё немного, и пирог наш! Пупсень, Учер! Пупсеньев, Баба Капа, мы ягоды принесли. Вот спасибо, какие вы молодцы. А где же Лунтик и ребята? А вот и мы. Ребята, пожалуйста, сходите к соседям и пригласите всех вечером на чай с пирогами. Э, как это всех? Это только нам. Это только мы любим пироги. Ха-ха, мы тоже любим пироги. Но вы же сами говорили, что они вам надоели. А мы специально так сказали, чтобы вы отнесли корзины Бабе Капе. Это не честно. Мы еле дотащили эти ягоды. Так что пирог этот наш. А мы их собрали. Сперва вы нас разыграли, а потом мы вас. Так что всё честно, ребята. Не волнуйтесь, пирога хватит на всех. Главное, чтобы розыгрыш был не только весёлым, но и не обидным. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Так, суп готов. Капа, скорее, мы уже опаздываем. Бегу, бегу. Пирожки. Капочка, ну поторопись. Бегу. Я забыла суп посолить. Нет, потом. Меня генералы ждут. Но суп. После. Ребята, постойте, пожалуйста. Ребята, посолите суп, он в печке. Надо положить всего одну ложечку соли, хорошо? Хорошо, бабуля. Да. Спасибо, ребята. Капа! Уже летим, Шершуля. Насолили. Давайте играть в мячик. Лови, Кузя! Кидай пчелёнку. Ладно. Ой, суп. Его же надо посолить. А соль где? Вот мяч. Сейчас мы будем строить башню. Ого! Ух ты! Так высоко мы ещё не строили. Да, красиво. На эту башню ещё бы огоньков повесить. Лунтик, у тебя нет гирлянды? Есть. Она в кладовке, на кухне. Я принесу. О, суп же надо посолить. Так, где соль? Вот гирлянда. Сейчас будет очень красиво. Вам больно? Не шевелитесь, больные. Сейчас я вас буду лечить. Больные, вы должны лежать тихо. Посмотрите на пчелёнка. Он как настоящий больной ведёт себя спокойно. И так же спокойно вы должны принимать лекарства. А, про лекарства-то я и забыла. Я сейчас их принесу. Ну всё, не хочу я больше в этих докторов играть. Давайте лучше в путешественников поиграем. Давайте. А, быстрее, быстрее. Развязывайте меня. Я уже лечу. А, суп. Мы чуть не забыли. А вот и лекарства. А, ребята, вы где? Мы здесь. Иди сюда. Что вы там делаете? Мила, мы готовимся в путешествии. А ты будешь нашим доктором. Ну хорошо. А продукты вы с собой взяли? Ой, нет, забыли. Я сейчас принесу. О, мы же забыли суп посолить. Сегодня у нас много гостей. Надо положить соли побольше, чтобы всем хватило. Это бабули, это дедули, это кузи, мили и пчелёнку. Всё. Прошу. А вот и мы. Бабуля, дедуля, а мы собрались в путешествие. Ого. Молодцы. Но сначала надо хорошенько подкрепиться. Быстренько убирайте кубики и будем обедать. Ура! Капа. Капочка. Сколько же вы соли положили? Я только одну ложечку. Я тоже одну ложечку. И я одну ложечку. А я насыпал, чтобы всем хватило. Как же мы не договорились. Ну ничего, вы же не нарочно. Ещё каша есть. Конечно, друзьям лучше было бы заранее обо всём договориться. Но кто же не ошибается. А каши у бабы Капы хватило на всех. Так что никто без обеда не остался. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Пожалуйста. Не грусти, Попсень. Давай во что-нибудь поиграем. Нам никто игрушек не даст. А своих у нас нет. Ерунда. Я могу взять у кого угодно и что угодно. Ну попробуй. Только чур не отбирать. Они сами должны отдать. Добровольно. Добровольно? Ну, можно и добровольно. Вот смотри. Эй, Мила, дай-ка мне один камешек. Ты что, не слышишь? Я у тебя камень попросил. Вовсе ты не попросил. Ничего я тебе не дам. Не мешайте мне играть. Ах так. Нужно, чтобы дали добровольно. Ай, ай. Видишь, я же говорил. Никто нам игрушек не даст. Да, не получилось. Мила, можешь дать мне один камешек? Пожалуйста. Конечно. Выбирай любой. Спасибо большое, Мила. Пожалуйста, Лунтик. Вот Лунтику всегда всё дают. Чтобы он не попросил. Я знаю, как он это делает. У него в руках цветок. Идём. Ну что, видишь? У меня цветок есть. Давай камешек. Нет, не дам. Добровольно. Ребята, дайте мне, пожалуйста, ракетки. Я хочу с бабочкой Элиной поиграть. Конечно, Лунтик, бери. Мы с Кузей в мячик поиграем. Так, похоже, цветок тут ни при чём. Тогда что? Хм. Может, это потому, что Лунтик надел на шею этот бантик? О, точно. Ай, малышня. Давайте нам мячик. Мы давно хотим с ним поиграть. Нет. Мы сами только начали. Идите лучше траву пожуйте. Не нужна нам трава. Нам нужен мяч. Вы дадите его нам или нет? Нет. Таким, как вы, не дадим. Ах так. Идём. Идём, Вупсень, идём. Похоже, что дело не в цветке. И не в галстуке. Ничего не понимаю. А может, Лунтик знает какой-нибудь секрет? Точно, секрет. Давай у него спросим. Спасибо, Лунтик. Ну что, ты готова? Поиграем в бадминтон. Надеюсь, у меня получится. Лунтик! Лунтик! Рассказывай нам свой секрет. Почему тебе всё дают, а нам никто ничего не даёт? Подождите. Я вас не понимаю. Расскажите всё по порядку. Мы просили камушки у Милы, мячик у Кузи с пчелёнком. Но они нам ничего не дали. А тебе отдали. И валанчик, и ракетки. Это просто. Надо, когда что-то просишь, говорить волшебное слово. Пожалуйста. Главное, не забудьте сказать «пожалуйста». Хорошо, Лунтик. Пока! Кузя, пчелёнок, дайте нам, пожалуйста, поиграть с мячиком. Пожалуйста! Конечно, берите. Ух ты! Получилось! Мила, дай нам, пожалуйста, несколько камешков. Пожалуйста! Конечно! Выбирайте те, которые понравятся. Ух ты! Смотри, какой красивый! А вот ещё! Вот так гусеницы поняли, что секрет успеха очень прост. Нужно всего лишь быть вежливым. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Заводной самокат. М-м-м! Какая вкуснятина! М-м-м! Лунтик! Лови! Вкусно? Ага! Даже очень! Куся, бросай ещё! О! Смотри! Что это? Кажется, это дядя Корней опять что-то смастерил. Побежали посмотрим! А, ребята! Привет! Здравствуйте, Корней Корней! А что это такое? Можно посмотреть! Вы это сами смастерили? Конечно, сам! Это моё новое изобретение! Заводной самокат! Теперь я без труда могу перевозить мешки с семенами. Ух ты! Вот это да! Садитесь, прокачу! Как я люблю кататься на машинах! Держитесь крепче! Ха-ха-ха! Ха-ха! У-у-у! Ха-ха-ха! 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 Ура! Ха-ха! Ха-ха! Ну вот, приехали! Понравилось? Ещё бы! А можно мы немножко покатаемся? Ну, можно! Только сперва я должен вам показать, как он работает. Ой, покажите, пожалуйста! Пожалуйста! Подождите. Сейчас отнесу мешок и всё вам расскажу и покажу. Только без меня ничего не трогайте. Не будем! Представляешь? Я за рулём! Дж-ж-ж-ж-ж-ж! Ух, как хочется покататься! И мне хочется! Дж-ж-ж-ж! Ну, чего он так долго? Кузя, нужно подождать! Дядя Корней освободится и сразу же придёт! Кузя, ты куда? Подожди! Ой, ой! Ой! Ах! Вот это да! Вот это скорость! Здорово! С ума сойти! Ух! Стой! Стой! Тормози! Да стой же! Дороги! А-а-а! Помогите! Помогите остановить Кузю! Бежим! Дневная норма выполнена. Можно идти играть. Да стой же! Кузя! Я не знаю, как его остановить! Спасите! Ай! А-а-а! На помощь! Кузя не может остановиться! Мила! Отойди! А-а-а! Что это было? Помогите! Спасите кто-нибудь! Я не умею тормозить! А-а-а! Кто это? А-а-а! Нет! Я не умею летать! А-а-а! Помогите! А-а-а! Помогите! Спасите кто-нибудь! Я не умею тормозить! А-а-а! Кузя! А-а-а! Хорошо, что всё обошлось! Мы уж думали, ты разбился! А-а-а! Как ты нас всех напугал! Кузя! Я думал, ты в речку упадёшь! Ну, ты даёшь! А-а-а! Мы так переживали за тебя! Что же я наделал? Дядя Корнея не только помог друзьям сделать новый самокат, но и научил их управлять им. Теперь Лунтик с друзьями могли кататься на самокате без помощи взрослых. Субтитры подогнал «Симон»